Ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету, всему свету расскажу. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Под предыдущим моим видео про роды по запросу вы набрали 100 лайков, как я и просила, и поэтому я сдерживаю своё обещание и рассказываю полную историю абьюзивных отношений в моей жизни лично мой опыт. Что ж, хочу сказать прежде всего большое спасибо вам, что вы так быстро откликнулись, так быстро набрали 100 лайков. Эх, надо было 200 лайков просить! Ну да ладно. Значит, вам интересна эта тема, значит, вы действительно хотите знать продолжение. Там девчонки мне писали под тем видео про роды, комментарии, что давай продолжение. Мне вот очень интересно узнать полную историю твоих абьюзивных отношений. Расскажи, расскажи. Ну, раз вам действительно очень интересно, в долгий ящик я откладывала эту историю, очень долго вот, ну, собирала сил воли в кулак. Ну что ж, походу настало время для того, чтобы рассказать вам историю абьюза в моей жизни, именно мой личный опыт. И это будет, скорее всего, длинная история. В одно видео я, скорее всего, не уложусь. Я думаю, это будет две части, а в худшем случае, может быть, даже и три. Ну что ж, без лишних предисловий, поехали! Это история абьюзивных отношений именно с моим бывшим супругом. Как известно, я уже не раз упоминала на своем канале, что в 2019 году я подала на развод весной 2019 года. Ну, я физически съехала от своего мужа. Полгода у нас еще вот это вот было катавасия, вот эти вот качельные отношения. Вернусь, не вернусь, помиримся, не помиримся. Мы сходились, расходились. Полгода еще вот эта катавасия где-то продлилась, вот. Но в итоге все-таки я приняла решение, что все-таки нужно разводиться. И в сентябре 2019 года я уже подала на развод. В октябре нас официально развели. То есть вот уже как в этом году, осенью уже будет ровно как два года, я в разводе. Что же все-таки случилось? Почему наш брак закончился разводом? Да потому что был абьюз. И вот с этого я, пожалуй, и начну. Познакомилась я со своим бывшим мужем, когда мне было 24 года. Ему было на тот момент 29. Он на 5,5 лет старше меня. Ну вот опять же, к той теме, что называли меня меркантильной, что я из-за денег, как бы. Ну вот что-что. Ну с бывшим мужем своим я связалась, ну явно не из-за денег. Познакомились мы как раз в тот период. Я только-только переехала из Украины в Россию. В 2014 году началась война на Донбассе. И я переехала в Россию. Вот, получается, вот буквально проходит 2-3 дня, и меня, мой знакомый, у меня здесь в Брянске были знакомые, вот, он говорит, вот там-то, там-то есть работа. Вот хочешь я тебе помогу устроить? Я говорю, давай. В общем, устраивает он меня на работу в одно место. В общем, не важно, строительная компания. Устроил он меня туда на работу. И вот этот вот мой будущий бывший муж тоже работал вот в этой вот строительной ферме. В общем, завязались наши отношения на работе. Это был служебный роман. Ну что я вам хочу сказать. Меня в нем подкупило вот сразу то, что вот он такой аккуратный. Вот он за своим рабочим местом так аккуратненько ухаживал. Вот весь такой педантичный. Вот придет он такой, ну чистую одежду, аккуратненько снимет, свернет. Вот ровненько, вот плечика к плечику аккуратненько повесит, ботиночки ровненько поставит, там что-то там пилит, ну, рабочий процесс, там что-то делает. Потом все так аккуратненько, пылиночка к пылиночке подметет, все за собой уберет. То есть вот во всех деталях, во всех телодвижениях он был очень аккуратный и очень педантичный. Мне это очень понравилось, но тогда я еще не понимала, что вот этот вот маразм педантичности может довести до абсурда. Это как в фильме «В постели с врагом». Там у нее тоже был точно такой же педантичный мужик, который в итоге начал ее с***дить. Ну так вот, ладно, чуть-чуть отклонилась. В общем, мне все это понравилось, что он такой педантичный. И получается, ну и вообще, в принципе, вот мой типаж внешности. Он такой вот худощавый, высокий, выше чем метр восемьдесят ростом. Такой вот, ну, широкоплечий, стройный, то есть нигде там ни складочки лишнего жира. Ну все, как я люблю. Худеньких люблю и высоких. Вот. Голубые глаза. Ну, для меня, для моего взгляда, он был, ну, очень симпатичный. Даже красивый, можно сказать. Следил за собой. Модно он одевался. Весь такой вот надушенный. Вот прям вот, ну, нарцисс. Ну, типичный нарцисс. Ну, тогда, в 24 года, я еще вообще не понимала, что такое нарциссизм, что такое абьюз, абьюзеры, психопаты. Вот этих вот всех понятий я вообще не знала и даже вот, ну, отдаленно, ну, не представляла, что это значит такое. Ну, скажу сразу, он мне вообще вот сразу очень сильно понравился. Вот знаете, как сейчас психологи говорят, девочки, если вы при знакомстве с мужчиной, чувствуете вот эти вот бабочки в животе, мурашки по коже и других насекомых в своем теле, это очень плохой знак. Это организм вас предупреждает о потенциальной опасности, опасности от вот этого вот человека. Вот. И я, когда с ним познакомилась, когда мы с ним в процессе работы начали общаться, пересекаться, и я так, как, боже мой, как он мне, ну, мне очень понравился. Ну, правда, вот прям притягательность какая-то была, вот знаете, какая-то вот такая, ну, такой вот, знаете, вот, злой молчун. Вот он молчун, он был такой немногословный, такой вот сдержанный, вот, и он так где-то вот, знаешь, так вот молчит, на разговор его трудно вытянуть, и меня вот эта вот вся его молчаливость такой загадочной казалась. Мне прям вот, прям вот хотелось вот его раскусить, вот расколбасить, вот разговаривать, вот прям вот, вот хотелось. Ну, дура просто, вот повелась ни на что. Работал он простым рабочим. В четырнадцатом году он зарабатывал двадцать тысяч рублей, как бы, но меня это не остановило. Мне очень понравился мой будущий бывший муж, как бы, я не меркантильно, ну, делайте выводы, да, как бы, а если будете считать, что я меркантильно, мне все равно, как бы, пусть меркантильно, ладно. До меня дошел слух, что, ну, от, от директора этой фирмы, они там дружили, короче, с этим моим будущим бывшим мужем, что, как бы, мой бывший муж становится разговорчивым, общительным и веселым, когда чуть-чуть выпьет. Вот, и я такая думаю, ага, надо организовать корпоративчик. И я как-то пацанам предложила, давайте сделаем корпоратив, там, ля-ля, фа-фа, ну, какой мужик откажется побухать. Они же сразу, давай, корпоратив, вот, и, короче, они устроили корпоратив, разумеется, мой бывший муж развеселел, напился, развеселел, там, ля-ля, фа-фа, в общем, пятое-десятое, вот. И, короче, и он мне после работы говорит, а пошли, говорит, это вот, это на тот момент мы уже общались где-то вот месяц или вот полтора месяца, вот, полтора месяца мы уже вместе работали, вот полтора месяца каждый день виделись, общались. И вот он выпил, разговаривался, разобщался и говорит мне такой, а пошли ко мне в гости. Я такая, ну, пошли. В общем, пошли мы к нему в гости. Он снимал квартиру однокомнатную в городе Брянске напополам со своим другом. То есть, вы можете себе представить, вот он, он до такой степени был, ну, ну, не богат, ну, мягко говоря, то, что, что даже он однушечку в Брянске снимал на двоих с другом. То есть, меня даже это не остановило. То есть, там вот была какая-то вот биохимия, какая-то просто вот, ну, помутненное сознание. Ну, ну, так вот, в общем, произошло. В общем, и начали после этого мы с ним встречаться. Вот, начал он меня, это, встречать с дома, провожать с работы, началось туда-сюда, пятое-десятое. И вот я вспоминаю наш вот этот вот конфетно-букетный период, это было лето, когда мы с ним встречались, это был июль, август, тёплый сентябрь был, то есть, это было тёплое время года. И вот я вспоминаю тот период, когда вот мы с ним гуляли, вот держались за ручки, вот этот вот весь романтично-конфетно-букетный период. У нас был, у него он проходил в абсолютно пьяном состоянии, постоянно. То есть, вот мы с ним встречались, а давай возьмём пивка. Я такая, ну, гуляем же вроде вместе, как бы, ну что, ну, все выпивают, ну, нормально, ну, давай возьмём пивка. И, в общем, другой раз давай возьмём пивка, а другой раз давай возьмём венца. И, как бы, и мне уже это со временем начало, начинало надоедать. Почему постоянно вот пить, 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 бухать, бухать? Ну, как бы, мне неинтересно. Я уже, ну, думаю, глянь, глянь, ему неинтересно, ну, там, сходить в кино посидеть, сходить в боулинг. Там просто погулять на парке, покататься на аттракционах. А нет, кстати, один раз мы сходили, покатались на колесе обозрения у нас в парке. Вот, он так очень боялся высоты и сидел такой вот прям напряжённый. Прям такие сразу детали, отношений наших всплывают, всё это так интересно, ну да ладно. В общем, практически никогда он не был трезвым, да, но стоило ещё тогда задуматься, ну, звоночки, Маша, звоночки, ну, чувак постоянно обухает, ну, что с тобой не так? Ну, в общем, вот эти наши посиделки были, наше общение, наше гуляние были в лучшем случае на бережку возле речки, с шашлычками, на природе. Вот мы гуляли постоянно на природе. Вот, чтобы сходить в кино или куда-то не было такого, ну, были редкие моменты, но только по моему особенному настоянию. Вот, ему это особо интересно не было, вот эти всякие кино, театры, там, парки, как бы, ну, нет. Вот, и, в общем, встречаемся мы с ним где-то вот так вот месяц-полтора, и тут у его друга, собственно, с которым он жил, снимал квартиру. Наступило день рождения, ну, он пригласил, получается, как бы, ну, меня, его девушку, как бы на день рождения, там были ещё другие друзья, их общие. В общем, а я, по-моему, была на работе, а он что-то в тот день, ну, не был на работе, как-то вот он был дома. И, получается, я прихожу туда, к нему на день рождения, к этому другу, я смотрю, все гости там, ну, молодые пары, молодые люди стоят, общаются, разговаривают, то есть все адекватные, трезвые. И, получается, один мой бывший муж просто стоит в стельку пьяный, вот так вот, он, кстати, вышел меня встречать, идёт вот так вот заплетающимися ногами, короче, вот так вот полностью сбрил свои волосы, сбрил наголо свои волосы, оставил себе только вот тоненькую полосочку посередине головы, знаете, вот как вот, чтобы эрокез как будто отрастал. И вот такую тонкую полоску оставил. Я смотрю на это вот чудо небесное и думаю, ёлки-палки, что ты с тобой сделал, что ты с собой сделал, а он стоит такой, пошли, что-то ничего не соображает, еле на ногах стоит. В общем, заходим мы в эту квартиру, и я вижу, что этот друг ему всё подливает и подливает, подливает и подливает всё больше и больше, больше и больше. Я вот стыду, нахрен ты ему наливаешь, ну ты что, не видишь, что он пьяный? А я смотрю, вся остальная компания начинает над ним посмеиваться, что он как бы такой весь пьяный, издеваться, поддёргивать, ну вот, мне так обидно стало, вот как будто-таки вот он какой-то как ущербный, над ним все смеются, и я тут пришла, и вот мне как-то, ну, противно вот от всей вот этой вот ситуации стало. В общем, короче, я начинаю ругаться с этим другом, я начинаю привести своего бывшего чувства, как-то вот я его, ну, схватила, что-то за плечи, я вру, хватит уже пить, ну, я не помню, как так было, но я просто уже была на взводе. Вру, хватит пить, а он пьяный же, еле на ногах стоит, короче, бах, и падает, и падает на землю, и получается, и лежит. И не встает, я такая, говорю, вставай, а он, короче, всё, отрубился, а, он на диван упал, и лежит, и на диване упал. И, короче, и этот друг его на меня, типа, да ты, ты мне испортила день рождения, типа, да пошла вон отсюда, и давай, короче, меня выгонять из квартиры со своего дня рождения. Мне так обидно стало, то есть, а мой парень не может за меня заступиться, он валяется пьяный, ничего не слышит, я его уже тык-тык, а он уже храпит. Я думаю, ну ты, блин, даёшь, и он выгоняет мне из квартиры, пошла вон отсюда, пошла вон отсюда, я, короче, вообще обиженная, в слезах ушла, он за меня не заступился, я ушла обиженная, короче, вообще, до такой степени я уже, ну, я, я ещё тогда думала, что всё, Маша, ну, вот, блин, не звоночки, а колокола, ну, хватит, ну, носи ноги, ну, я, как бы, после того, ну, перестала с ним, ну, трубки брать, в общем, обиделась, там, ну, короче, пыталась от него отморозиться, но он, ну, видно, осознал, что он натворил, что некрасиво, что, как бы, поступил не очень со мной красиво, ну, и вот он, знаете, я тогда у тёти жила, и вот он приходит ко мне такой, и вроде как, понимает, что он виноват, и что, вот, как бы, надо извиняться, но нарциссы, они ж не умеют извиняться, и он такой приходит, мол, типа, и вроде как, ну, давай, видишь, я пришёл и так уже, всё, давай, снизойди ко мне, вот, снизойди, и вот, ты виноват, твой друг выгнал, выгнал твою девушку из квартиры, унизил, ты не заступился, потому что ты валялся пьяный, ну, ты виноват объективно, ты, ну, попроси прощения, нет, и он так пришёл ко мне и стоит, смотрит на меня, типа, ну, типа, ну, что, мы расстаёмся, вот, знаете, вот, манипуляция, манипуляция, опять же, он виноват, но он не извиняется, а он ждёт от меня, чтобы я ему сказала, ну, нет, ну, не расстаёмся, ну, ну, ты же виноват, ну, давай, проси у меня прощения, проси, да, или вот, чтобы, как, вот, перекручивает ситуацию так, чтобы, как бы, вот, я в итоге, вот, была в просящем положении, вы понимаете, что происходит? Сейчас я уже понимаю, какие это были манипуляции, манипуляции со всех сторон, но я не стала ничего, короче, ему говорить, он молча такой развернулся, пошёл на остановку, стал на остановку и стоит, демонстративно ждёт маршрутку и ждёт, пока я его позову, да, мол, не уходи, не уходи, я думаю, ну, и едь, и он уехал. Потом, через какое-то время он всё-таки позвонил и всё-таки начал передо мной извиняться и говорит, ну, не бросай меня, ты мне очень дорога, там, ля-ля-фа-фа, мол, я говорю, ну, ты понял, как твой друг некрасиво со мной поступил? Он говорит, да, и я больше с ним жить не собираюсь. А у нас, кстати, тогда, ну, жизненная ситуация сложилась так, что был у нас один знакомый, у которого был знакомый, который сдавал комнату в коммунальной квартире. Хорошая комната с ремонтом, пластиковые окна, тёплая, вот, и, короче, и он говорит, хотите, снимайте эту комнату и живите. А меня на тот момент, ну, тоже, вот, как бы, мне уже было неловко напрягать свою тётю и жить у неё, вроде как-то, вот, как объедаешь человека, вот, мешаешь, люди привыкли с семьёй своей жить, а я уже, как бы, ну, уже мне неловко было. И я принимаю решение, вот, просто, вот, съехаться с ним на вот эту вот съёмную комнату. И, в общем, мы с ним договариваемся, соглашаемся на эту съёмную комнату, и он переходит демонстративно к этому другу, у которого он жил перед этим, и мы, получается, съезжаемся жить на эту комнату, на съёмную коммуналку. Вот, он переходит к другу, собирает демонстративные вещи, вот, даже вот, демонстративно его игнорирует. Вот, он прекрасно понимает, что друг остаётся, ну, в такой ситуации, что ему самому теперь придётся платить за аренду квартиры, и, как бы, тоже, и ему, ну, он сам виноват, он обидел меня, и, таким образом, ну, вот, мой будущий бывший муж решает ему отомстить. Просто его кидает с этой квартирой, собирает вещи, и мы вместе съезжаемся на вот эту вот съёмную коммуналку. Вот, и так началась наша совместная жизнь. Это была осень 2014 года, то есть перед тем, как съехаться с ним жить, мы с ним пора встречались два месяца, два месяца. И вот где-то вот, ну, около трёх-четырёх месяцев вот мы жили хорошо, мирно, у нас была романтика, в декабре мы вместе Новый год встречали, вот, всё было так вот красиво. Ну, это вот было начало нашей совместной жизни, это вот, ну, как бы романтика была, влюблённость, мы там обустроили эту комнату, обои только надо было поклеить, мы поклеили обои, в общем, всё было так мило, приятно. Были какие-то мелкие ссоры, были какие-то там недомолвки, вот, ну, в целом всё было хорошо. Потом, январь-февраль, он начинает уже побухивать. Я уже устроилась на работу, начала ходить на работу, получается, вот, и уже начинаю осознавать, что, ага, сейчас я с работы перехожу, а он там пьяный. Раз пришла, он там пьяный, два пришла, он пьяный. Потом они ездили по работе в командировку, ну, в область, и он мне давай звонить с этой командировкой, да-да-да-да, заплетающимся языком. Я ему говорю, куда ты нажрался тебе завтра работать, как-то тебя уволят. Человек вообще ни о чём не думает, человеку вообще ничего не важно в этой жизни. Вот он начал бухать, начал бухать, и, короче, в один прекрасный день я собираюсь с работы приходить. Он под конец моего рабочего дня приходит ко мне на работу, пьяный, глаза отсутствующие, и давай, короче, и давай мне что-то загонять. Ты идёшь сегодня домой или нет? Ты идёшь сегодня домой или нет? Нет, в общем, короче, какая-то дичь началась. Мне стало страшно, что он сейчас станет агрессивный, вот, и, короче, ну, в итоге закончился мой рабочий день. Я еду домой, он едет вместе со мной, то есть всю дорогу, ну, я уже выхожу с маршрутки, уже иду по направлению к дому. Он, я вижу, что он какой-то агрессивный, он меня хватает за руки, он начинает так вот, вот так вот подходит ко мне, вот так вот лоб в лоб мне вот такой вот подходит. Ты едешь сегодня домой или нет? Я говорю, нет, говорю, ты пьяный, ты неадекватный, я тебя боюсь. Он как вот вдавится лбом в мой лоб, вдавится и вот так вот из-под лоб, и вот так вот смотрит на меня, что-то сказал, ну и сука, ну и стерва, в общем, ну уже неважно, какое-то оскорбление, резко развернулся и ушёл. Честно, мне страшно было, я тогда ушла ночевать к тёте, мне было страшно, и вот такие вот пьянки, вот такие вот моменты начали происходить всё часто и чаще, чаще и чаще. Другой раз я прихожу с работы, а у меня просто в комнате вот так вот столик журнальный вверх дном, короче салат разбросанный по всей квартире, покрывало вот так вот валяется на полу пропаленное сигаретами, какие-то пятна крови по линолеуму. Я вообще говорю, что здесь происходило, что? Это я с работы пришла. Я говорю, всё, милый мой, я просто поняла в один прекрасный момент, я могу прийти, а мои вещи будут все испорчены, разбиты, выброшены, порезаны, разрезаны. Нахер оно мне надо? Я, короче, просто испугалась, я не помню, я как-то собрала часть вещей, вот самое необходимое, там пару платьев, колготы, там нижнее бельё, зубную щётку, дезодоранты, вот по-быстрому, вот на первое время, что самое необходимое взяла и просто убежала, потому что я боялась, что он вернётся пьяный, неадекватный, его дома не было, он где-то был. И я вот быстро просто уехала, я жила опять в то время у тёти, я вот по тётям, по подругам жила в то время, потому что мама моя... В общем, короче, какая-то была ситуация, что у мамы я не могла в тот период жить и ночевать. В общем, вообще это был очень тяжёлый период в моей жизни, прям какой-то тёмно-чёрный, вот я вспоминаю. И я уехала, и я два месяца жила тогда у тёти, ходила на работу, всё было нормально. И через какое-то время, недельки через две, он начал, ну, одумался, и давай опять. Прости меня, пожалуйста, вернись, там, я тебя так люблю, там, тыры-пыры. Я такая, ну, я ему отвечаю и говорю, ну, а смысл, ну, как бы, ну, ты видишь, как ты себя ведёшь, ну, как, и я так буду всю жизнь жить? Я не хочу, говорю. И вот он только что просил прощенье, через секунду, когда я его, ну, отказала и не простила. Шкура, шкура и трубки бросает. То есть вот такое вот было. Через какое-то время опять, ой, прости, милая, ты просто меня очень сильно разозлила, ну, вот я просто срываюсь, я не могу себя контролировать, я срываюсь. Я просто тебя очень сильно люблю. Я говорю, нет, милый мой, ну, как бы, ну, ну, что это такое, ну, я буду слушать эти оскорбления, говорю, ты вообще соображаешь, что ты несёшь? Тверь, шкура! И вот так вот постоянно, вот так вот постоянно, вот это вот качельное поведение, видите, нарцисс, качельное поведение. То есть, когда я начала разбираться в психологии, я вот это вот всё начала видеть и понимать и осознавать. Дальше что происходит? А, ну, он продолжал, короче, ходить у меня, под подъездами стоял, встречал, под работы меня встречал, в общем, везде встречал, провожал, подарки мне приносил, приносил мне какие-то... Боже мой, девочки, вы себе можете представить? Я рассказываю историю уже где-то час, потом смотрю, а оно не записывается, память на айфоне закончилась, ну, это капец, как обидно. В общем, ладно, начало я для вас сняла, если вам интересно, ну, явно история моего абьюза будет очень длинная, и она будет, скорее всего, в трёх частях. Поэтому, если вам интересно узнать продолжение как можно скорее, давайте наберём под этим видосом 200 лайков, и я как можно быстрее выпущу тогда вторую часть. Блин, так жалко, капец, я так рассказывала, так старалась. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ну, и, конечно же, всех люблю, всем пока, и не связывайтесь с абьюзерами.